МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Трагедия Вольгова. Одна сестра в тюрьме, вторая мертва, а 10-летнему мальчику придется привыкать к новым опекунам. О планах покончить с собой знал дневник. А кто знал о дневнике? Школьница спрыгнула с крыши. Расчетливые коррупционеры и кладнокровные убийцы. О работе отдела по расследованию особо важных дел. Кровопролитная трагедия произошла в Вольгова. Практически на глазах мужа и 10-летнего сына была убита хозяйка дома. Причем главная подозреваемая – родная сестра погибшей. 32-летняя женщина спокойно и обстоятельно вспоминает подробности того вечера. Семья не значилась в списке неблагополучных, поясняют следователи. Но на момент драки, а впоследствии поножовщины, участники событий выпивали. Погибшая много лет назад приехала с семьей из Татарстана. Осенью прошлого года в качестве гостей и постоялицы к ним нагрянула сестра. Примерно тогда же начались скандалы и недомолвки. Сестра, которая ныне является подозреваемой, обвиняемой и находится в СИЗО, кстати, избрана на мероприятии в виде заключения под стражу, она завидовала, так скажем, сестре, постоянно высказывая то, что вот тебе так повезло, у тебя такой муж, вы живете в таком хорошем доме, а у меня муж умер. То есть это погибшую, скажем так, заставляло ревновать своему супругу. Неуживчивый характер, бывшие мужья, недвижимость. Следователи проверяют все версии. Сама задержанная вину не отрицает, но продолжает уверять, напасть хотели на нее, пришлось обороняться. У меня вообще вот что-то вот как-то не знаю. А вы для этого время хотели? Я курила в туалете. Я сидела, она просто залетела, она мне спрасно гидала. Я вообще не поняла, зачем это что. Куда отверила? Сюда отверила. Вчера в день не чувствовала, с ней боли. Вот, давай, собираю вещи, в общем, уезжай домой. Я говорю, ладно, неделю проработать, дам работу. А с чем это было связано? Ну, не бывает. Я говорю, у нее вот этот вспыльчивый характер такой. Я тоже не знаю, с чего это все было. Десятки уточняющих вопросов и ответы разнятся. Подозреваемая путает руки, местоположение и ссылается на память. По ее версии, сестра подошла второй раз уже с ножом. Попросила немедленно собрать вещи и уехать. Прямо она мне к ногтям оттуда. У вас вторая рука была свободная? Вторая? Я чуть не помню. Вы сейчас нож переворачивали двумя руками, макет. Ну, а дело, вот я одной. Я вот как-то вот переверну, не помню, и вот так вот. Я даже не видела, куда я. Ну, а вы могли нож отбросить в сторону? Ну, не знаю, почему я в этот момент так не сделала. Не могу объяснить, почему. Борьба длилась недолго. В соседней комнате муж погибший успокаивал ребенка и не успел вовремя среагировать. В то же время даже мальчик слышал часть разговора сестер. Ребенок не видел, но по его словам он слышал, то есть, как происходил конфликт, как мама говорила, убери нож, убери нож. Самое горькое в этой истории, что муж погибший приходится десятилетнему мальчику-отчему. Ребенку, который пережил потерю матери, придется привыкать и к опекунам. В настоящее время решается вопрос об опекунстве, либо опекуном. И ребенка заберет вот их родной брат, либо ребенка, на ребенка оформит опекунство крестное. А главный подозреваемый грозит до 15 лет лишения свободы. Непонимание, непризнание, слабые нервы или, что сейчас тоже довольно актуально, за компанию. Все это, говорят психологи, самые частые причины для того, чтобы свести счеты с жизнью. Но что именно заставило симпатичную юную девочку, идущую на медаль и любимую родителями шагнуть с крыши рязанской многоэтажки, пока непонятно. 28 января у одного из домов по улице Новый Город Рязани было обнаружено тело девушки, которая покончила жизнь самоубийством. На месте происшествия документов, которые удостоверяли бы личность погибшей, обнаружено не было. После проведенного в рамках первоначальных проверочных мероприятий опознания установлено, что погибший является 16-летняя жительница города Рязани. От дома до школы, где училась погибшая девушка, всего несколько метров. Примерно столько же до высотки, с крыши которой она спрыгнула. Родители были уверены, ребенок ушел на занятия. Но когда Таня не вернулась, не на шутку заволновались и написали заявление о пропаже дочери. Просьба помочь с поисками разлетелась и по социальным сетям, но уже на следующий день под фотографией улыбчивой девушки появилась подпись. Любимой сестренки больше нет. Когда производился осмотр места происшествия, я выходил сам на крышу данного дома и на крыше имелся снег. На снегу были следы одной пары ног человека, то есть непосредственно концы которых были заостренными. Эксперт-криминалист по соотношению данных следов с обувью девушки, вот обнаруженные внизу, сказал, что это ее следы ног. Следующие сутки стали испытанием сразу для двух семей. Еще до того, как погибшую девушку опознал отчим, в отдел полиции позвонила женщина. Ее дочь в точно такой же куртке тоже накануне пропала. К счастью, и эту девушку искать не пришлось, вернулась домой сама. Трагедия с участием школьницы произошла около 9 часов утра, но никто не видел самого момента падения. Вот чердак открыт все время, то есть на некоторые не попадешь, даже если захочешь. У нас, мне кажется, всегда открыт в уголах подъезд. Если честно, мы были в шоке. Даже, в общем, дети, никто наши не знает. Я очень люблю, да, девочка молодая, очень жалко. Вчера дочь мне позвонила по телевизору, слышала в власти. Я вообще считаю, что во многом все от интернета зависит. Очень много негативной информации, очень много вообще плохого всего оттуда уходит. Потому что дети, которые учились отлично, были, так сказать, домашними детьми, они меняются в один момент. И что с ними происходит, я даже не знаю, что у них в головах. Психологи должны работать. Тревожные звоночки действительно были, и, судя по всему, знакомые девушки могли знать о ее намерениях. В ходе осмотра жилища ее, то есть по месту жительства, была изъятая техника, то есть это компьютер ее, сотовый телефон. А также на столе у нее был обнаружен ее дневник, представляющий собой обычную 48-ми листовую тетрадку. В данном дневнике были неоднократные записи о том, что она желает покончить жизнь самоубийством. Неоднократно ей писалось о том, что она уже была на крыше, пыталась прыгнуть, но не могла этого сделать. Также она писала то, что она говорила об этом своим подружкам. Ее подружки понимали ее. По словам следователей, следы на крыше говорят о том, что девушка несколько раз подходила к самому краю и не сразу решилась спрыгнуть вниз. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Назначен целый ряд экспертиз, которые ответят, в каком состоянии была девушка на момент трагедии. Искоренить нелегальный бизнес в принципе непросто, тем более если кроется он за вывеской игрового клуба. Зверь, он же азартный игрок, сам бежит на ловца, как правило, арендатора небольшого подвальчика с одноручными бандитами и покерным столом. И, как правило, о таких злачных местах прекрасно знают, но соседям проще придерживаться правила «моя хата с краю», а оперативники вынуждены втираться в доверие, иначе законным способом не победить. За опоздание крупье на 20 минут штраф 150 рублей, за опоздание на смену 50% от заработка. Доброжелатель Дима, судя по записке, спуску не давал. Подвал на улице Горького оказался на редкость живучим. Даже после неоднократного изъятия рулеток, игровых столов, аппаратов и прочих атрибутов то и дело воскресал на прежнем месте. Видимо, противозаконный бизнес приносил больше прибыли, чем неприятных сюрпризов. Единственный урок, который извлекли сотрудники игорного заведения – замки должны быть крепче, а к публике стоит приглядываться внимательнее. Сотрудники полиции экзамен для вип-персон сдали с честью. Миновав глухую железную дверь, систему видеонаблюдения и паролей увидели нарушение закона во всей красе. Даже грузчики, вчетвером громоздя игорный стол или рулетку, то с досадой, то с интересом, коммунитировали качество материалов и стоимость. На владельца помещения подготовлен материал для направления в суд об организации и проведении азартных игр. Будем с интересом наблюдать, окажет ли эта мера должное влияние. Но, к сожалению, практика часто показывает, что к этой вакцине у правонарушителей надежный иммунитет. Порой человек находит свое призвание неожиданно в работе, о которой знал только понаслышке. Или наоборот, получил образование, неплохую профессию, а все равно что-то не то и хочет со свежей струи. Далее об отделе, сотрудникам которого иногда приходится открывать для себя изнанку жизни во всей ее неприглядности. О том, как работают рязанские следователи, смело можно снимать сериалы. Материалы с лихвой. Грабят друг друга, похищают конкурентов, шантажируют, выгребают деньги из казны, расправляются с несчастными прохожими. Никому не хочется в тюрьму. За исключением, может быть, бомжей, которым в тюрьме лучше живется, чем на воле. Многоэпизодными, сложными в доказывании делами, получившими большой общественный резонанс, и занимается отдел по расследованию особо важных дел. Тут один субъект, привлекаемый по статье, любопытнее другого. Где крутятся большие деньги, всегда высокие должности. Знаете, нам не с чем сравнить. У нас все обвиняемые высокого уровня. Взять того же руководителя ГУ МЧС. Половина из направляемых в суд дел коррупционной направленности. Куда ни глянь. Взятки, присвоение, бандитизм, превышение полномочий. Это уголовное дело в отношении инспектора по особым поручениям управления ГИБДД, МВД России по Рязанской области. Также по фактам получения взяток, сумма которых составила 1 миллион рублей, в настоящее время уже вынесен приговор советским районным судом по данным фактам. В отделе собраны наиболее квалифицированные сотрудники. Их всего 8, включая руководителя и его замы. Например, Андрея Мезина тянула в правоохранительную систему с детства, а пришел только в зрелом возрасте. До этого в военно-промышленном комплексе изготавливал приборы для подводных лодок. Сейчас выводит на чистую воду жуликов. Любое дело открываешь, смотришь. Здесь что-то человек не договаривает. Собираешь вокруг него доказательства, получаешь информацию. Конечно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что преступления совершаются в условиях неочевидности. И для того, чтобы их раскрыть, нужно большое количество сил, средств, времени, мастерства профессионального, квалификации. Еще на слуху случай с тройным убийством в Искре. На расследование бросили все силы и буквально по горячим следам задержали предполагаемых преступников. Или тот же Рощинский маньяк. В его уголовном деле 11 эпизодов. Убийство, изнасилование, ряд действий сексуального характера. Некоторым жертвам уже никогда не забыт роковой день. Преступник оставил на их теле шрамы. Особенность таких людей, от которых женщины не ожидают агрессии, не воспринимают их как какую-то силу, которая может им навредить. А в жизни внезапные нападения, удары в лицо, в том числе ножом. В данном случае следователям не позавидуешь. Нужно во что бы то ни стало быстро установить детали, несмотря на физическую и душевную боль потерпевших и их близких. В делах, где крутятся деньги, другой до моклых меч. Но то ли от того, что город небольшой, то ли все-таки сами верят, что не все, слава богу, продается, особо не угрожают и корочками не размахивают, говорят следователи. В принципе, от следователя, конкретного следователя, очень мало что зависит. Плюс-минус незначительные варианты, конечно, есть. Есть более грамотные следователи, есть менее грамотные следователи, более доточные, менее доточные. Но если со следователем что-либо случается, то тут поднимется такой, скажем так, резонанс, что это дело будет взято на очень жесткий контроль и обвиняемого от этого будет только еще хуже. Да, защитники, как правило, профессиональные, но смысл в том, что эти люди, совершая преступление, заранее планируют его, и в том числе на случай обнаружения своих преступных действий, выстраивая версии защиты, маскируя свои действия таким образом, что доказать их вину, да, виновность в совершении преступления порой бывает достаточно сложным. В одной из колоний, например, где редкие свидания и сотовые под запретом, нашелся понятливый начальник отряда. За вознаграждение готов был на многое закрыть глаза и даже лично приносил телефоны и старательно готовил характеристики для УДО. Удалось доказать три эпизода. Начальник отряда уже пользовался новшествами, электронными приборами, новые, скажем так, способы получения взяток. Не из рук в руки в конверте, а путем перечисления денежных средств при помощи так называемых мобильных кошельков. То есть взяткодатель клал деньги на мобильный телефон, лица, который был доверенный вот этому начальнику отряда, с этого мобильного телефона, это доверенное лицо, которого начальник не посвящал в предназначении денег, перечислял деньги на другой мобильный счет. В общем, в итоге эти деньги оказывались на банковском счету начальника отряда. Примеров масса. Иногда в расследовании дел приходится прибегать к помощи специального оборудования. За тем, чего нет на месте, обращаются в центральный аппарат. Но главный потенциал, конечно, люди. И не важно, кто и как приходит в эту профессию, важно зачем. Наши 15 минут и стекли. Надеюсь, вы сделали выводы и не повторите ошибок, о которых услышали. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин